Этот ролик, я думаю, сподвигнет нас к тому, чтобы вы, ну скажем так, посмотрели в сторону Акаи и окунулись в этот замечательный мир. Всем привет, с вами MasterCraft, и на этом YouTube-канале я помогаю вам добиться желаемых результатов в мире музыки намного быстрее. В этом выпуске мы снова поговорим про мой любимый музыкальный, и не побоюсь этого слова, инструмент Акаи МПС Live 2. Это может быть Акаи МПС Live, Акаи МПС X и любые прочие Акаи, например, как вот этот вот Акаи МПС 2000 XL, легендарная модель, не суть. Уже по традиции мы меняем ракурс. Поехали. Самое первое, самое крутое, ну помимо всего очевидного, это Pad Perform Mode. Что это такое? Я не умею играть на пианино, вот это вот ноты, всё, я не знаю, чтобы вот свободно играть, поэтому это как раз для меня. Pad Perform. Как её запустить? Обычно у вас на программах, вы заходите либо в плагин, либо, ну в плагине вы выбираете там... Либо в моём случае я загрузил инструмент. Pad Perform. Это очень классная вещь. Вы ставите, например, вы хотите в Е минор. И поехали. Смотрите, в чём прикол. Вы никогда не нажмёте ни на ту ноту, то есть мы сейчас играем только в Е минор. Всё. Вы можете играть, вы можете творить, просто ощущать себя творческим человеком, не заморачиваясь, что вы нажмёте ни на ту клавишу, ни из этого диапазона. Но ещё круче, вы можете сыграть аккорды. Вот вы знаете аккорды? Ну, я нет. Но я только что сыграл аккорд. Вы можете играть прогрессия. Я не умею играть. Можно chromatic. Я даже не знаю, что это такое, но это очень классно. Pad Perform. Это наш бро. Следующий очевидный плюс, почему я обожаю аккай, это, конечно же, 16 пэдов. Просто фантастических пэдов. Нарезать сэмплы. Играть ударные. Ну, come on. Ну, я понимаю, что это можно сделать мышкой. Ну, когда вы это делаете руками, это совсем другое ощущение. Когда вы нарезаете сэмплы, вы нарезали сэмпл, какие-то звуки, и потом играете в произвольном порядке, пока не найдёте ту самую мелодию. Блин, это так круто вообще. Короче, это круто. Вы играете и находите именно ту секвенцию, ту мелодию, ту последовательность, которая вам нужна. Ну, мышка это не то. Вот, когда вы руками это делаете, вы играете на инструменте. Это очень классно. Также не забываем, что эти пэды, они чувствительны к нажатию. То есть мы можем... И громкость менять. Это всё очень здорово. Особенно, когда вы играете хэты. Где у нас? Вы можете сделать следующее. Это очень здорово. Следующая, третья причина, почему я обожаю окайта, то, как всё здесь хранится и организовано. Пожалуйста, бац, библиотека. Вот ваши сэмплы, вот ваш сплайс. Вот ваши сэмплы встроенные, так скажем, которые здесь были. Вот ваши расширения, опять же, загрузили. Всё у вас под рукой. Вот ваша флешка, вот у вас там лежат сэмплы и так далее. Всё очень круто организовано. Программы здесь, плагины здесь. Ваши, так скажем, инструменты сэмплированные здесь. Подключили по CV какой-то синтезатор и управляете. Всё очень здорово организовано. Всё прям вот под руками. Камон, друзья. Если вы смотрели хоть одно из моих видео, я просто кричу о том, что я люблю окай за портативность. Вы видите ни одного провода, ни звука, ни наушников, ничего. Вы играете. Я просто обожаю брать окай с собой в кафешке, на улицу, на природу, в поезд. Вот в самолёте ещё не делал биты. В поезде запросто. Это очень здорово, когда вы не сидите за компом, за одним местом. Фу, отстой. А вы взяли на кухне, вы взяли в парке, вы взяли где-то ещё. Это очень здорово. Креатив, он не вот только за рабочим вашим местом, он везде. И вы этого пока не знаете, пока не попробуете. Следующая классная штука, почему я люблю окай. Особенно, ребят, те, кто пишет трэп, это прям для вас. У вас, вот, если вы любите писать трэп, инструменталы, это для вас. Этот аппарат для вас. Это то, как можно здесь круто делать хэты. Понятно, что мышкой вы всё рисуете, но просто давайте посмотрим. Просто простой биток, чтобы сейчас показать, как же круто здесь писать трэп хай-хэты. Поехали. Не уверен, что получится круто с первого раза, но просто в качестве демонстрации. Нажимаем note repeat и поехали. Поехали. Это же так круто. Ну, вы чувствуете, это очень здорово. Я не знаю, мышкой это писать, ребят, но если вы реально это кликаете мышкой, я не знаю, это дико неудобно. Следующее, по-моему, пятое, хотя я мог уже сбиться, причина, почему я люблю Akai, это за то, что здесь можно создавать свои новые звуки. Не то, чтобы прям вот с нуля, но, в общем, заниматься саунд-дизайном. Называйте это как угодно. Смотрите, у нас есть... Вы можете сделать много киков, например, да? Вы заходите сюда. Вы... Знаете, здесь очень продвинутый сэмплер. Очень продвинутый сэмплер. Вы берете кик, вы можете наложить на него лэйр другой, сочетать с другим. Вы можете, соответственно, у второго повысить пич, понизить. Я не знаю, вы можете сделать его короче, длиннее. Вот просто столько вообще пространства для эксперимента. Особенно снэр, да? Вот у вас, пожалуйста, снэр, поехали. Крутите пич там, как хотите. Ставите сюда. Сочетайте с другим снэром. Другой снэр, например, у вас... Так, здесь вот видно, можно подрезать. Подрезать. Все, ваш снэр уже звучит по-другому. Здесь... Делаете его короче. Это просто здорово. Вы меняете звуки на ходу. Это называется лейринг. То есть, когда вы берете несколько киков, ну, в общем, несколько звуков, и совмещаете их, как правило, если у вас, например, низкий кик один, вы кладете какой-нибудь другой кик, который с более высокими частотами, объединяете, как-то это компилируете, и у вас получается абсолютно новое звучание. Ребят, если вы покрутитесь в этом... Это очень здорово. Ну, типа... Понятно, что это можно сделать везде, но то, как это делается здесь, это как-то нативно, интуитивно понятно, что вы, так или иначе, сами начинаете входить в эту тему создания своих новых... Создания, да, конечно, создания своих новых звуков. Ну, и, конечно же, я не знаю, шестая, это уже причина, почему я люблю Akaia или 66-ая. Могу здесь просто бесконечно об этом говорить. Это, конечно же, продвинутый сэмплинг. Вообще, изначально это сэмпл машина, с чего это все было изначально задумано. Ну, ребят, если вы занимаетесь сэмплингом, вы, я думаю, и так прекрасно понимаете, что такое Akaia и как его использовать. Но вы это можете делать, это очень легко здесь, пожалуйста. Так, чтобы нас ни за что не заблокировали, постараюсь сделать коротко, но понятно. Вы подключайте телефон, где бы вы ни находились, в дороге и так далее. И поехали, сэмплируйте из телефона. Нажимаем запись. Ну, я думаю, все знают этот сэмпл. Погнали. Вот у вас он остался здесь. Вы, соответственно, начинаете с ним работать. Погнали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, как это просто. За несколько движений. Это просто супер. Ну и опять же, в качестве демонстрации просто чуть-чуть, но это очень здорово. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы расширить нашу аудиторию любителей и профессионалов АКАЯ. Пишите в комментариях, есть ли у вас этот инструмент, или вы планируете его приобретать. Или напишите, почему вы не планируете его приобретать. Возможно, вы суровый фанат FL-очки. Такое тоже бывает. Но на самом деле, как только вы попробуете, как только вы окунетесь в этот мир, FL-ка у вас отодвинется вообще на задний план. С вами был Мастеркрафт. На этом канале выходят подобные видео, поэтому подписывайтесь, и мы скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова